Базой для проведения первой части акции в рамках Всемирного дня оказания первой медицинской помощи стала городская детская поликлиника номер один. Для учащихся лицея легкой промышленности сотрудники Красного Креста провели краткий экскурс, рассказали о направлениях работы организации и волонтерском движении, а также о том, как важно владеть навыками оказания первой помощи. Каждый день мы являемся участниками дорожного движения, будь то водителями, будь то пешеходами, будь то пассажирами. И мы можем стать свидетелями, либо участниками какого-либо происшествия. Поэтому очень важно понимать свою роль и уметь показать, как и оказать помощь пострадавшему, потому что данные мероприятия играют важную роль в спасении жизни человека. Поэтому очень важно обучить человека, чтобы он с ранних лет уже понимал, что и как правильно сделать. Мастер-класс для участников акции провела Татьяна Рыжик, тренер по обучению приемам оказания первой помощи Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Задача на практике – отработать алгоритм действий в экстренных ситуациях. Мы обучаем по европейским стандартам. И периодически врачи, кардиологи все пересматривают оказание первой помощи, и что-то меняется. И поэтому тренера наши Белорусского общества Красного Креста проходят переобучение постоянно. Тренер имеет право проводить полноценный тренинг по подготовке инструкторов. А инструкторы имеют право только проводить мастер-классы. Главная цель акции Красного Креста и мастер-класса в целом – помочь молодым людям приобрести знания, умения и навыки, необходимые для оказания первой медицинской помощи. В любой ситуации нужно помогать людям. Мы же не звери, мы должны помогать. И к тому же мы устроены, чтобы помогать всем делать добро. Если я попаду в такую ситуацию, я смогу сделать первую помощь. Вторая часть акции переместилась на городские улицы. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции волонтеры Красного Креста провели тестирование водителей на предмет знаний и умений по оказанию первой помощи. Вопросы, в принципе, были несложные. Даже, наверное, можно было бы, используя логику, постараться догадаться. Ну, наверное, эти вопросы не случайны. Наверное, сотрудники, когда Красного Креста готовили, наверное, делали скидку на то, что это будет какой-то такой среднестатистический водитель. Если нужно, очень важно. И вообще дисциплинирует человека на дороге. Водителя тем более. По статистике, 20% летальных исходов во время дорожно-транспортных происшествий можно было бы избежать при правильно оказанной первой помощи. Как показывает практика, люди просто не знают алгоритма действий и не владеют элементарными навыками. Задача акции – освежить знания водителей и проверить их готовность оказать первую помощь на дороге. У нас есть возможность обучиться и практической части. Как правильно сделать сердечно-легочную реанимацию и потренироваться на манекенах. Вот эта практическая часть, наверное, то, чего боятся больше люди. Проведением такого мероприятия, когда представители Красного Креста рассказывают водителям, как необходимо вести себя в случае дорожно-транспортного происшествия, раздают тематические буклеты, где расписан алгоритм действий водителя в случае дорожно-транспортного происшествия и оказание первой доврачебной помощи пострадавшему, возможно, приведут к тому, что наши водители смогут вовремя оказать доврачебную помощь. С начала текущего года на территории нашей области произошло 328 ДТП, в результате которых 58 человек погибли и 356 человек получили травмы различной степени тяжести. Ирина Альшова, Андрей Щербат, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.